Война 1964 год. Вьетнам. Гражданская война разделила страну на две части. Проамериканский режим Юга мог в любой момент рухнуть под натиском коммунистического севера, за спиной которого стоял СССР. В таком случае США полностью теряли Индокитай. Этого Америка допустить не могла. Президент Линдон Джонсон обратился к нации. Соотечественники, боевые действия будут носить ограниченный характер, и наша задача не дать войне распространиться. Война шла 9 лет. Супердержава против нищей и голодной страны. Погибло 60 тысяч американских солдат. Потери Вьетнама почти 2 миллиона человек. В 73-м году Соединенные Штаты вывели свои войска, фактически признав поражение. Вьетнам выстоял. У него были свои секреты победы. 66-й год. 23-й съезд КПСС. Леонид Брежнев. Осуществляя эскалацию постыдной войны против вьетнамского народа, агрессоры встретятся со все возрастающей поддержкой Вьетнаму со стороны Советского Союза. Эти слова генерального секретаря были встречены громом аплодисментов. Но мало кто знал, что в далеких джунглях уже почти год советские солдаты и офицеры ведут тяжелые бои с американцами. Именно им самым первым пришлось тяжелее всего. Именно они стали легендой при жизни. За все время войны через Вьетнам прошло 6359 лучших офицеров Советской Армии. Ракетчики, танкисты, летчики, разведка, дипломаты, медики, элита. И только 13 человек официально считаются погибшими. Многие тайны советского присутствия в Индокитае скрываются до сих пор. Этим долгое время и довольно умело пользовались Соединенные Штаты. Один из примеров – знаменитый Рэмбор. Теперь ему конец. На киноэкране он мастерски расправляется в джунглях Вьетнама с отборными головорезами – русским спецназом. Однако в реальности ни КГБ, ни ГРУ никогда не забрасывало в Южный Вьетнам свои отряды. Но страх американцев перед русским солдатом и желание его победить чувствуется даже на экране. В реальной жизни советских специалистов в первые годы войны во Вьетнаме все было гораздо проще, намного тяжелее, печальнее и страшнее. В 64-м году командиры ряда частей ПВО получили приказ под грифом «Совершенно секретно». Безотлагательно в срочном порядке сформировать из лучших солдат и офицеров группы для несения службы на юге в условиях максимально приближенных к боевым. Где этот юг знали все и добровольно писали рапорта, рвались на помощь Вьетнаму. Но туда брали только избранных. Без полк. Но наш дивизион, от которого я уезжал, значит, 100% написали рапорта. Рудольф Иванов. Ракетчик. Полковник в отставке. Во Вьетнаме находился с мая 65-го по июнь 66-го. Под его руководством было уничтожено 24 американских самолета. Награжден орденом Красной Звезды, боевого красного знамени, правительственными наградами ДРВ. Наша роль была прикрыть вьетнамское небо, чтобы они могли ковать победу на земле. Победа куется солдатам на земле. А для этого нужно создать условия. И мы, вьетнамское ПВО, и мы, советники, решали эту задачу прикрытия вьетнамского неба. Советников подбирали изо всех видов вооруженных сил и родов войск. Как правило, политотдел брал на заметку молодых офицеров из обычных семей, окончивших училище с отличием. Молодой лейтенант и не подозревал, что за ним пристально наблюдают. Был очень сильный отбор отсев. Здесь, конечно, все прошли через КГБ. Юрий Демченко, ракетчик, генерал-майор в отставке. Во Вьетнаме находился с марта 65-го по март 66-го года. За это время под его руководством было уничтожено 12 американских самолетов. Награжден Орденом Боевого Красного Знамени, правительственными наградами ДРВ. Вероятно, по строгим меркам, которые предъявлялись специалистам, убывающим за рубеж, я подходил. В 65-м первые эшелоны с ракетными станциями С-75 и советскими специалистами неделями шли во Вьетнам через Китай. Все офицеры были в гражданской одежде, а боевая техника укрыта от посторонних глаз брезентовыми чехлами. По прибытии во Вьетнам, под плотной завесой секретности, сразу открыли в джунглях учебные центры по подготовке местных ракетчиков. Вот я с ними уже тогда встречался, их видел. Приезжали на позицию, где ставилась первая ракетная батарея наша. Евгений Глазунов. С 61-го по 65-й год сотрудник посольства СССР во Вьетнаме. В настоящее время руководитель российско-вьетнамского общества дружбы. Смешно было смотреть, когда там надо разворачивать ракету. Вьетнамцы пытаются, не получается, не умеют. Силенок не хватает, опыта не хватает. Наши четверо-пятеро мужиков подходят, здоровые молодые ребята, фыр, эту ракету или теряшку там развернули мгновенно. Американцы говорили, нам для переучивания турецких войск на зенитно-ракетный комплекс ХОК понадобилось 8 месяцев. Русским, чтобы переучить вьетнамцев, понадобится, наверное, 10-12 месяцев. Но вьетнамцы получили команду заступить на боевое дежурство через два месяца после нашего приезда. Американцы хорошо знали, где расположены советские лагеря. Поэтому, пока не велись активные боевые действия, относились к ним несколько снисходительно. Иногда с пролетающих самолетов даже выбрасывали листовки с указанием времени бомбежки и предложением русским покинуть опасную зону. Чувство полной безнаказанности кончилось у американцев шоком 24 июля 65 года. Это был первый бой советских зенитчиков со сверхзвуковыми самолетами. В этот день недалеко от Ханоя тремя русскими ракетами были уничтожены три самолета противника. 27 июля. Три ракеты и четыре сбитых самолета. Еще день и опять три истребителя разваливаются в небе на куски. Американские ВВС испытали такой ужас, что не летали две недели. Естественно, они понимали, что теперь против их военной машины выступают не только вьетнамцы, но и советские профессионалы. Это были солдаты наши. Это на первом этапе. Надо было сказать, стреляй вот так, как я. Показать. Времени на обучении не было. Это в мирное время теорией можно заниматься. Там надо было мгновенно, быстро. Поэтому, как говорится, круглосуточная учеба, работа была. Бои шли ежедневно. Советские специалисты выработали свою тактику – стрельба из засад. Удар по самолету противника и сразу же быстрый отход на другую, заранее подготовленную позицию в джунглях. Малейшая задержка и неточность оборачивались ответным ударом. Американцы тоже умели воевать и бомбили снайперски. Но пилоты уже не чувствовали себя безнаказанно. Зафиксированы случаи, когда летчик катакультировался, едва заметив старт С-75. Другие, чтобы избежать попадания, бросали истребители навстречу ракете, резко падали на малые высоты, но там их уничтожали пулеметные расчеты вьетнамцев. Вскоре потери американской авиации достигли 25%. Это заставило военную машину США срочно вырабатывать меры противодействия. Началась ожесточенная охота на русские ракетные комплексы с воздуха. Американский самолет – это гроза, он черный летит, понимаете? Камуфлированный, весь черной краской. На него смотреть страшно. Он катился по земле. На 15 метров Ф-4 фантом летел. Летчик отвернул подшлемник и смотрел вниз на позицию. Вот я его лицо видел. Вы представляете, это какая техника. У нас мы не могли на такой высоте взять его. Левее, 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 левее. И не успел. Смотрю, станции ракеты разворачиваются в сторону цели. И в это время взвод прикрытия зенитопулеметных установок. Велитамец посмотрел, флажком открыли огонь и сбили самолет. И в это время, с другой стороны, начался налет на нашу позицию. Первые бомбы, три, которые упали. Одна упала на пусковую установку. Ракету как снесло, как будто, вот, ну, непосредственно, прямое, представляете, на станину упала бомба. Советские специалисты, находившиеся непосредственно в боевых частях, жили в тех же условиях, что и вьетнамцы. Русские с большим трудом привыкали к тропическому климату. Из-за жары даже на боевые позиции выходили в одних трусах. Сделанные еще на родине прививки почти не помогали. Там очень высокая влажность. Потом там находятся те паразиты и те микробы, для которых они не были подготовлены. То есть у них не было иммунитета, не вырабатывается иммунитет. Летом жара до 30 градусов и выше на улице. Но я вам скажу, в кабине, где спиртовый градусник, рассчитанный на 65 градусов, он зашкаливает иногда. Я там болел воспалением легких. Когда по неосторожности выскочил из кабины, в которой 60 градусов, на жару в 30 градусов. Перепад 30 градусов и воспаление легких. Пять дней делали уколы. Очень трудно было людям, которые чуть полноваты были. Болели. У всех началось гноение вот здесь. В пахах нить и такой чешуя огромная. Из-за этого и ноги начали гнить. Дело в том, что не всегда можно было помыться. Не в каждом месте. Вот, как правило, останавливались в палатках. В палатках останавливались. Были такие случаи, что ураган ночью поднимался, и ливень. Палатки сносило. И мы сидели на расходушках, не знали, куда деть себе. Когда ты лежишь несколько часов в болоте, даже под Ханой, и когда сверху самолеты, над нами самолеты, Джонсон и пилоты, где-то отбомбились в стороне, и хочется, если невозможно пить, то любая вода, полощешь рот. А ведь микроб попадает и в кожу, и в рот, и в желудок. Какая разница? Михаил Ильинский, собственный корреспондент газеты «Известия» в ДРВ с 1964 по 1975 год. Был ранен, награжден правительственными наградами СССР и ДРВ. Мы жили и считали, что это уже норма. Никто из этого трагедии не делал. С ума сходили единицы. Такие случаи тоже были. Даже один правдив сошел с ума, все хотел поговорить по телефону с молодцем дома. Не буду называть его фамилии. Все было, потому что были случаи, когда во время ночных налетов человек забывал, что он уже вернулся в Ханой, а не в своих джунглях, где он живет в бомбоубежище. Он бросался в бомбоубежище, оказывался на балконе и разбивался. Со второго этажа падал на каменный пол. Невероятно, но даже в этом аду было свободное время. После каждого сбитого самолета вьетнамцы старались устроить русским офицерам отдых. По возможности вывозили из боевых позиций в Ханой. Показывали город, рассказывали историю своего народа. Иногда удавалось посмотреть в советском посольстве кинофильм, побывать на концерте. Все были в гражданской одежде. Носить военную форму было запрещено. Даже на торжественное построение и для получения боевых наград надевали спортивные костюмы. Далекая родина не забывала своих солдат. Нам привезли ордена, медали и подарки, посылки. По 4 булки хлеба черного. Мы этот хлеб ели. У каждого в кармане был везде хлеб. Министер обороны на Новый год прислал всем подарки новогодние. Каждому солдату посылка, каждому офицеру. Там была и икра, и у офицеров коньяк, и у солдат водка, и колбаса сервелат, и печенье, и конфеты, и шампанское. Все было. Когда я сказал своим подчиненным, говорю, ну-ка, давайте все это в эту комнату снести, был угол вот такой, заставленный бутылками. Когда мы угостили вьетнамцев, значит, через час дивизион был выведен из строя полностью. К концу 1966 года из СССР стали приезжать первые ракетчики-вьетнамцы, прошедшие обучение в военных училищах. Роль военных советников постепенно стала соответствовать своему названию. Именно советник, а не человек, непосредственно ведущий боевые действия. Но до их мастерства вьетнамцам было еще далеко. Например, если дивизион полковника Можаева за год сбил 23 самолета и стратив только 40 ракет, то вьетнамские товарищи сбили всего 5 истребителей, выпустив по ним 80 ракет. Тем не менее, американцы официально признали, что система ПВО Вьетнама за очень короткий срок стала самой опасной и практически непроходимой для самолетов. Немного забегая вперед, за весь период вьетнамской кампании авиация США потеряла 4500 истребителей и бомбардировщиков, практически половину всего воздушного флота Америки. Армия Северного Вьетнама на 80% была обеспечена оружием советского производства. Но не все шло так гладко. Большая часть вооружений направлялась из СССР по железной дороге через Китай. Китайцы открыто грабили советские военные эшелоны, вооружаясь за чужой счет. Тем временем, вьетнамское руководство открыто играло на противоречиях СССР и Китая, заставляя советского брата наращивать поставки оружия и продовольствия. Это трактовалось в Ханое не иначе, как обязательное выполнение Советским Союзом своего интернационального дома. Китайцы пытались спекулировать, если так можно выразиться, на войне, и говорили, мы вот воюем, мы кровью защищаем, жизнью защищаем национальную независимость, так что вы уж со своей помощью особенно, ну, так сказать, не расч... ну, как сказать, ну, не скупитесь, что ли, так скажем так. Помогайте нам. Все шаги Советского Союза рассматривались в Ханое им лишь с одной точки зрения выгоды. СССР, предоставив Северному Вьетнаму зенитную артиллерию, противотанковые средства, боеприпасы, медикаменты, отказался поставлять стратегические ракеты. Китайцы тут же подняли крик о сговоре с американскими империалистами. Нашим нередко приходилось работать в условиях недоверия, подозрительности и откровенных провокаций. Например, были вьетнамские комиссары, которые старались для русских сделать самые прекрасные условия. Например, выгнать детей на каникулы и каменную школу в эту жару предоставить для русских. А потом сказать, что вот они, русские, они не хотят в плохих условиях быть. Выдержка из доклада министра морского флота СССР тех лет Бакаева. Вьетнамские морские власти искусственно задерживают выгрузку советских судов, считая, что чем больше советские суда будут находиться в Хайфоне, тем дольше сохранится относительная безопасность в порту. Транспорт с русскими ставился у береговых зенитных батарей, имея в виду, что американцы воздержатся от их бомбежки, так как возле них находятся русские. Американцы действительно имели строжайший приказ своего командования ни в коем случае не бомбить советские объекты. За этим следили очень жестко. Экипаж самолета, обстрелявшего пароход Туркестан, был отдан под военно-полевой суд. Возможно, действия этих летчиков были спровоцированы вьетнамцами, так как их катера вели пулеметный огонь по самолетам, прикрываясь бортами советского судна. Были случаи, когда вьетнамская сторона сознательно направляла русские корабли через опасный район, желая проверить, есть ли в акватории донные мины. Тем не менее, объемы военной помощи СССР Вьетнаму не прекращались. Уникальная часть колонии советских специалистов, примерно 400 человек, находилась в столице Северного Вьетнама, Ханое. Это были в основном гражданские люди, дипломаты посольства, геологи, инженеры, строители, медики, журналисты. Среди них были и немногочисленные сотрудники советской разведки. Я, конечно, не могу открытым текстом это говорить, я был правой рукой. Там, глаза Мандропова и служба, независимые от всех. Конечно, были какие-то начальники, но они меня практически не касаются. Но несколько человек, имеющих самое прямое отношение как к Министерству обороны, так и к главному разведывательному управлению СССР, обладали редким правом носить форму советского офицера. Это были сотрудники аппарата военного атташе. Я занимался авиацией. Но кроме того, что, так сказать, представлять ВВС, будем говорить, или нашу армию в целом, мы еще занимались и анализом боевых действий американцев. Иван Шпорт, генерал-лейтенант авиации в отставке. С 65 по 68 год был в аппарате военного атташе в ДРВ. Награжден орденом Красной Звезды медалью «За отвагу». Нам разрешалось выезжать ближе к месту нанесения ударов, для того, чтобы прямо по горячим следам смотреть, как действуют американцы, какие самолеты, какие боеприпасы, какая эффективность. В общем, все-все-все, это дело мы анализировали. Военные атташе, профессиональные летчики, имели непосредственное отношение к подготовке летного состава вьетнамских ВВС. Местные летчики использовали истребители советского и китайского производства, в основном МиГ-17. Вьетнамцы отличались отчаянной, даже безрассудной храбростью, но на полноценное ведение воздушного боя с асами-американцами у них просто не хватало физических сил. И когда дали самолеты МиГ-21, им дали наш паёк, всё равно они больше десяти минут летать не могли. Вьетнамские летчики настолько истощённые они были, худые и голодные. Ну, представьте себе, на завтрак рис с зеленью, обед рис с зеленью, ужин рис с зеленью. Всё. Для них вот, ну, собаку где-то они убьют. Вопреки расхожему мнению, советские лётчики участия в воздушных боях не принимали. Вьетнамцев, да, учили летать на советских МиГах, делились собственным опытом сражений с гитлеровцами, но сами поднимались в воздух только во время учебных полётов. И вьетнамские товарищи, они сами берегли наших лётчиков и, в общем-то, в сложных ситуациях они их не выпускали в воздух. А летали тогда, когда более-менее всё хорошо просматривалось. И если только во время таких вот учебных полётов возникала угроза, что идут американские самолёты, там, или налёт ожидается, или где-то засекли локаторы, тоже давалась команда на посадку. Проходило своеобразное соревнование советской и американской концепции по техническому и боевому оснащению ВВС, облику и оснащению самолётов. До Вьетнамской войны наши лётчики могли видеть американский фантом только в примитивных учебных фильмах. Тактические истребители Ф-4 С, Д и Е Фантом-2 Размах самолёта 12,6 метра длина 18,2 метра Советский МиГ-17 значительно уступал фантомам противника по вооружению и скорости. Вы видите уникальные кадры, снятые американским пилотом. Вьетнамский лётчик на МиГе пытается уйти от ракеты, выпущенной фантомом. У самолёта не хватает скорости, а у пилота сил и мастерства. Его гибель была неизбежна. Однако МиГ имел и свои плюсы маневренность. Уже в начале 66-го года вьетнамская авиация сбила 11 американских самолётов при собственных потерях 9 машин. После ввода в бой новых, более мощных 21-х МиГов за несколько месяцев США потеряли 47 истребителей, Вьетнам 12. Американцы отреагировали моментально, значительно повысив и без того прекрасную подготовку своих лётчиков и самолётов. До конца войны МиГ воевал уже в экстремальных условиях, показав себя с наилучшей стороны. Особой неожиданностью для американцев было то, что советская машина могла на сверхзвуке сближаться сзади с их самолётами. За 9 лет войны североамериканские лётчики под руководством советских специалистов провели 500 воздушных боёв, сбив 350 самолётов противника и потеряв 131 слой. За всё это время в плен попало почти 800 американских лётчиков. Вот он, его сбили, он летит на парашюте и уже передаёт свои координаты. Представляете? И тут же появляется группа спасения. Вертолёты, истребители, которые это место барражируют, всё, и вертолёт поднимает этого пилота и увозит. Но население всё-таки пытало, брали многих лётчиков. Из-за большой вероятности попадания в плен американские лётчики не допускались командованием к стратегической информации. Пилотам рекомендовалось рассказывать на возможных допросах всё, что от них требовали, поскольку это никак не скажется на ходе боевых действий. Сбили самолёт. Видно по экранам подрыв. Команда всегда идёт следует сопровождать до земли. То есть обломки самолёта сопровождаются до земли. Сразу вызывается автобус, садятся вьетнамцы, сидятся русские и выезжают на место падения. Видят, вот он зажаренный лежит. Или его нет, или катапультировался. Каждый пилот перед вылетом на боевое задание как заклинание повторял вызубренные фразы на вьетнамском языке. Я американский лётчик. Окажите помощь. Вы получите вознаграждение. Лётчики были дорогой добычей для вьетнамцев. Западная пропаганда не жалела красок, расписывая ужасы азиатского плена. Но в действительности вьетнамские солдаты даже не имели права стрелять по лётчику при попытке побега или сопротивления. Это был живой товар для обмена или торжественной передачи пленных солдат международным организациям. Появились слухи о причастности советских военных к допросам лётчиков. В основном распускали их сами американцы. В действительности вьетнамцы даже близко не подпускали советских разведчиков к пойманным американцам. Ни разу я не слышал чтобы кто-то допрашивал или кому-то было поручено допрашивать американцев. Мы стреляные воробьи. Ну подойду я к этой колонне посмотрю там кругом фотографии а там же были журналисты не только вьетнамские из других стран. Попаду я в кадр вместе с американским лётчиком. Это же потом ну столько навесят на меня ну зачем это нужно раз у меня нет такой задачи. Тем не менее любые сведения о пленных американцах ценились советской разведкой на вес золота. Но даже просто выйти с ними на контакт было невозможно. Где вы их найдете американцы? Американцы с воздуха бомбят вас день и ночь. А единственная граница которая существует она всего в ширину 70 километров по местечку на карте Вин Линь. 5 километров демилитаризованная зона и 5 в обратную сторону на юг и на север. где вы ни шагу не пройдете. Здесь 49 тысяч только окоп. Представляете что такое 49 тысяч это вокруг земли можно поездить. То есть там уш не проползет. В 66 году был принят закон запрещающий местному населению общаться с иностранцами будь то русский француз поляк или немец. Из 26 пунктов 6 предусматривали смертную казнь. Под контролем госбезопасности северного Вьетнама были абсолютно все советские специалисты. Постоянное наружное наблюдение. В номерах гостиниц неоднократно устанавливались подслушивающие устройства. Это было нормой. Но каждый советский человек находящийся в то время за рубежом был подготовлен к работе в экстремальных условиях. Ты белый. Если ты перекрашиваешься глаза узкие себе сделаешь пригнешься может быть сойдешь за местного жителя. А ты так все равно отличаешься от людей. И куда бы ты ни пошел ты будешь везде виден. В 65 году в посольстве в Ханойской резидентуре КГБ СССР работали только 4 кадровых разведчика под дипломатическим прикрытием. И только один из них владел вьетнамским языком. С некоторыми агентами приходилось встречаться по несколько раз в день. Это было перенапряжение нервов. Но разведка работала даже в таких условиях. Приходилось идти на большой риск, принимать неожиданные решения, действовать мгновенно, так как благоприятная ситуация могла измениться в любой момент. Вот лишь один из примеров. Трех пленных американских летчиков поселили под охраной автоматчиков центральной гостиницы Ханойя. Этажом выше находились русские разведчики, работавшие под прикрытием журналиста и дипломата. Стали выглядывать снизу вверх заглядывая. Появляется постыженная физиономия со словами «хэллоу». Мы спросили, кто они. Они сказали, что мы летчики, которые через 3-4 дня будем отданы в Швецию. Гоша моментально сообразил, взял кому клубок с веревочкой, бросил. туда эту веревочку в окошко и привязал кусок бумаги с карандашом. Вопрос задавал я «Ваше имя, звание, должность». Они написали. В результате Москва была первой проинформирована, что в Швецию переправляют трех пленных американцев с указанием их имен, званий и воинских частей. Но этот случай из разряда курьеров. Разведработа велась на высочайшем профессиональном уровне. Многие полученные данные передавались вьетнамской стороне. Например, американцы никак не могли понять, почему использование знаменитых Б-52, грозных летающих крепостей, не приносит необходимого результата. За один боевой вылет Б-52 высыпал 30 тонн авиабомб. Но чаще всего вьетнамские войска оставались целы. Почему? Еще один русский секрет. Обо всех налетах Б-52 вьетнамцы знали заранее с нашей помощью. Как это было, это другой вопрос. Но как только американские Б-52 взлетают с острова Гуам и идут в направлении на Южный Вьетнам, я уже был в генеральном штабе и сообщал, группа там 7, 9, 12 Б-52 идет на Южный Вьетнам. Проискнули рассредоточение, маскировка, смена позиций, и так дальше, и так дальше. И очень часто бомбежки проходили не с той эффективностью, на что они рассчитывали. Замминистр обороны мне даже сказал, вы не представляете, сколько жизней вы спасли вот такой информации. Но Ханой бомбили практически ежедневно. К центру города самолеты противника прорывались редко, в основном воздушные бои шли на окраинах. Как только начались первые налеты, посол СССР Илья Щербаков приказал дипломатам рыть убежище во дворе посольства. В марте, в апреле субботники устраивали работники посольства, копали бомбу убежища у себя на территории, за зданием, ругались на ситуацию, потому что мы выкопаем меня, дождь пройдет, зальется, мы хлюпаемся в этой грязи, пытаемся откопать. И мы заявили послу протест, сказали, что больше копать не будем. Вскоре к воздушным тревогам привыкли. Ракеты и бомбы в центральный район не залетали, поэтому чувство страха и опасности постепенно притупилось. Любопытно, смотри, трассирующие пули, все неба рассекают, самолеты летают, бух, бах, везде стреляют, ракеты взрываются, там стреляют, зенитки нам, в общем, интересно. Некая бравада русских не осталась незамеченной. В польской газете «Жичи Варшавы» появилась статья о Вьетнаме, где говорилось следующее, дословно. Русские журналисты в Ханой самые недисциплинированные. Во время бомбежек и воздушных тревог они не спускаются, как это положено в бомбоубежище, не надевают каски, а от страха пьют в баре рюмку за рюмкой. Из Москвы сигнал пришел в Ханой, чтобы сам посол Щербаков лично разобрался с нарушителями. Читать нечем, смотреть пить бутылку луамоя разбавленной с лицой и хабаровский спирт. Оставалось общение, оставалась песня, дружба и колоссальная любовь друг к другу. О том, что смерть подстерегает на каждом шагу, старались не думать. К ней привыкли. Только чудом никто из советской колонии в Ханой не погиб под бомбежкой. В 67-м уже неуправляемая ракета «Шрайк» попала в дом военного Атташе. Пучок пошел на второй этаж на мои апартаменты, будем говорить. Там вылетело все у меня и кондиционеры, и стекла. Ну, в общем, досталось хорошо. Подушка была пробита вся осколками, и моя военная форма, и парадная, и тропическая, как висела в шифонере, сложенная так красиво. Три осколка прошли через шифонеры, и потом, я это посмотрел, там сито было, потому что она висела. Отношения с вьетнамцами строились не только на основе дружбы и сотрудничества. Бывали случаи, что советских обворовывали, а на темных улицах могли снять с европейца брюки, рубашку, ботинки, отобрать часы и кошелек. Кураторы от ЦК запрещали нашим ездить на вьетнамских рикшах, велотакси. Якобы в этом просматривалась эксплуатация человека. Но выход был найден. Русский оплачивал рикшу, помещал вьетнамцев коляску, а сам садился за руль и ехал по своим делам. С личной жизнью тоже были проблемы. За связь с иностранцем вьетнамскую женщину могли отправить на принудительные работы в район интенсивных бомбежек, то есть на верную смерть. Но мало кто мог отказать в близкой дружбе вот таким русским офицерам. Мужчины вьетнамцы переживали страшно. Один ревнивец собрав друзей даже устроил засаду на советского специалиста Георгия Пещерякова. Свои силы вьетнамцы не рассчитали. Время славится своей воинственностью. Вот он выследил Гошу. Мы устроили какую-то типа темную сначала. Гоша был очень подготовленный юноша. Себя в обиду он не дал. Не знаю сколько ревер там у кого был поломан, но Гоша синяки получил тоже. Тогда маленький вьетнамец вызвал русского богатыря на дуэль. Предложил стреляться на арбалетах. Но для нашего Казанова это была верная смерть. Его оппонент оказался героем Вьетнама легендарным Гуэном. В джунглях он сбил из арбалета американский вертолет, попав стрелой в голову летчика. Любовный скандал еле удалось погасить. Тем временем военная машина Америки увязнув в болоте конфликта никак не могла остановиться. Вьетнам же был готов сражаться до последнего солдата. То, что затягивание обоюдного кровопролития становится смертельно опасным для тех и других, понимали все. Теперь Советский Союз был вынужден выступать в роли авторитетного посредника на мирных переговорах. Это была текущая работа. Эти вопросы шли каждый день. Александр Бовин журналист, политолог, дипломат. В 60-х годах в составе правительственных делегаций посещал Северный Вьетнам. В настоящее время декан РГГУ. Наши им говорят, идея такая, что вы там не надо слишком зарываться с американцами. Постарайтесь с ними как-то договориться, потому что если начнутся военные действия, то будет опять жертва, опять там будет кровь, опять будут трупы, сколько вы уже воюете. К началу 70-х Америка стала напоминать загнанного зверя. Общественное мнение требовало вывести, войска. Солдаты гибли тысячами. Истребители и бомбардировщики горели в небе Индокитая. Вьетнам нес тяжелейшие потери, но не шел ни на какие уступки. Госсекретарь США Генри Киссинджер даже передал советскому правительству специальное предложение по урегулированию конфликта. Оно заключалось, коротко говоря, в чем? Что мы хотим уходить из Вьетнама, но хотим сохранить лицо. если вы нам дадите какие-то обещания, что не последует след за этим сразу захват Сайгона, сразу расправа со всеми сторонниками этого самого режима Сайгонского, то мы сами спокойно уйдем, прекратим бомбардировки и уйдем. Я в тот же день передал это через Андропова прежнего. Американцы решились. Выхода у них уже не было. Затягивание конфликта грозило перерасти в Третью мировую войну. В Москву впервые прибыл новый президент Америки Никсон. Это был смелый шаг как для США, так и для СССР. И тогда возник разберу вопрос поставили дорогие товарищи, как же так? Как же будем принимать в Москве Никсона, когда вот это самое происходит обострение ситуации по его инициативе в Вьетнаме? Это не годится делать. Вот на что Брежнев сказал, да, все это понятно, все это не важно, но наше отношение с американцами нам важнее, чем наше отношение с Вьетнамом. В 73-м начался вывод американских войск. Самая современная армия мира потерпела поражение. 60 тысяч погибших солдат и сотни тысяч искалеченных. США потратили на военный конфликт почти 300 миллиардов. К казне СССР каждый день из 9 лет войны обходился в 2 миллиона долларов. Если бы не эта помощь Советского Союза, то американская военная машина за короткий срок стерла бы Вьетнам с лица земли. Когда мы шли по Москве у нас было шарфы. Во Вьетнаме выпустили шарф. С одной стороны желтый, одна сторона другая красная. Желтый это южный там красный северный. И мы купили эти шарфы. Когда мы шли по Москве группа вот выходили там пешком шли выходили то шарф все Москва на нас смотрела как пионеры. Многие потом после этого были как-то забыты оставлены в тени. Это просто использовали их. Это самое страшное что может быть в любом государстве. Они их не подняли наверх. Потому что таких локальных войн достаточно много. После Индокитая были Египет, Эфиопия, Ангола, Афганистан. Но боевой опыт ведения современной войны которую приобрели во Вьетнаме 6 тысяч советских офицеров оказался бесценен. За последние годы в мире произошло много изменений. Вьетнам тоже стал другим. Но его народ сохранил чувство благодарности к России. И каждый год 5 августа в день начала бомбардировок 64 года посидевшие солдаты далеких джунглей обязательно встречаются. С годами их становится все меньше. А рассказы о прошлом все более откровенные. Но даже сейчас, спустя много лет раскрыты еще не все русские секреты Вьетнамской войны. Субтитры Редактор субтитров Корректор А.Егорова Планета Земля Планета Земля 4,5 миллиарда лет назад Сталкивающаяся космическая материя образовала пылающий шар. Яростный мир покрытый морем расплавленной лавы. со временем поверхность остыла и превратилась в каменную корку. В воздух поднялись огромные облака водяного пара, которые затем пролились дождем и образовали обширный океан. горького г-0. 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 и в из- г-0. континенты, создавая лицо планеты, которое мы знаем сейчас. Однако силы, создавшие Землю, все еще управляют ей. Весь шар охватывает летучая атмосфера. А внутри все еще бушует огненный мир. Плавая на полурасплавленном ядре, плиты все еще находятся в движении. Лишь в этом тонком слое между внутренним жаром и атмосферой смогла появиться и расцвести жизнь. Тем умения, находясь во власти этих колоссальных сил. Вырывающихся из глубин. Сотрясающих земную твердь. Спускающихся с небес. Мы не можем управлять такой мощью. Но мы можем использовать способность человечества изобретать и открывать, чтобы учиться, понимать и выживать. Силы природы. Существуют места, где до сих пор проявляются первобытные силы, где лава свободно изливается из недр Земли. Однако эти же самые силы могут вырываться неожиданно, непредсказуемо и с ужасающими последствиями. Сотни лет вулкан Суфриер Хиллс на Карибском острове Монсеррат пребывал в спячке. Но в 1995 году почти 12 тысяч островитян обнаружили, что жили на бомбе с часовым механизмом. Ситуация обострилась. Это произошло после выпадения пепла, сразу после 8 утра. Ученые сообщили, что больше не могут гарантировать предупреждение за 6 часов. Все поступающие данные обрабатываются почти в реальном времени, потому что вулкан может проснуться практически без предупреждения. Вулкан Суфриер Хиллс Смертоносные потоки пепла, газа и лавы, называемые пирокластическими, понеслись вниз с горы, имея температуру 1000 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Извержение продолжалось, погребая под пеплом столицу Плимут. Но времени хватило, чтобы эвакуировать около 4000 человек, и никто не погиб. Однако за чертой города жертвами пирокластических потоков стали 19 человек, которые проигнорировали предупреждения. Для ученых это место стало своеобразной живой лабораторией. В вулканической обсерватории Монсеррат доктор Мари Эдмонс входит в команду британской геологической службы. Я стала вулканологом, потому что мы знаем слишком мало об этих опасных горах. И я поняла, что их изучение может позволить нам точнее предсказать извержение, что может спасти много жизней. Временами мне кажется, что вулкан — это почти живое существо. Он растет, дышит, у него есть своего рода пульс. Я выросла, мечтая стать астронавтом или шпионом, но жизнь по соседству с активным вулканом не менее захватывающая. Прямо сейчас существуют признаки того, что гора готовится к следующему значительному событию. На наших плечах лежит огромная ответственность. Но пытаться выяснить, что может происходить в земной коре на глубине нескольких километров, очень трудно. Монсеррат — на самом деле вершина подводного вулкана, которая появилась в результате столкновения двух плит коры. Когда более тяжелая плита подползла под другую, то сильный жар и давление расплавляют передний край в магму. Она поднимается в полость и затем направляется прямо к поверхности. Если она достигнет поверхности быстро, то произведет достаточно газа, чтобы произошел взрыв. Здесь были менее крупные взрывы. А за последние несколько лет огромная масса магмы создала 500-мегатонную гору над отверстием. Гигантский купол лавы. Мы полагаем, что он обрушится и вызовет еще больше взрывов и потенциально опасных пирокластических потоков. Первый сигнал опасности поступает, когда сейсмоаппаратура показывает увеличение численности землетрясений, признак подъема магмы, которое вызывает толчки внутрь вулкана. Регулярный контроль приобретает новую актуальность. Им необходимо проверить приборы, спроектированные морей, которые постоянно следят за газами, вырывающимися из вулкана. Мы выяснили, что если вулкан неожиданно выбрасывает больше газа, то это может означать, что активность близка к извержению. Так, сегодня объем возрос, и это тревожный сигнал. Затем нам надо пролететь как можно ближе к кратеру, чтобы собрать побольше данных и оценить ситуацию. Это один из тех моментов, когда во время проводимого исследования приходится рисковать, особенно моему партнеру Ричарду Херду. Одна из его задач — установить отражатель лазера, который может измерить деформацию поверхности Земли всего в несколько миллиметров. Это может сказать нам, что магма заполняет полость внизу и вызывает поднятие поверхности. Мы избегаем опасных ситуаций, за исключением тех случаев, когда это действительно необходимо. В последние годы погибло слишком много исследователей, поскольку извержения для них оказались неожиданностью. Все данные говорят, что купол становится все более нестабильным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обрушение кажется неизбежным. Предупреждения ученых убедили правительство начать эвакуацию. Это случилось июльской ночью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Облака пепла на высоту в 16 километров. Благодаря предупреждениям никто не погиб. Пепел все еще выпадает время от времени, но большинство научилось мириться с ним. Скорее всего, извержения прекратятся на какое-то время, после чего начнется новый цикл. Но пока мы следим за вулканом, пока продолжаем раскрывать его секреты, ни для кого на Монсеррат нет причины пострадать или потерять жизнь. И это уже само по себе праздник. То, что ученые узнали в Монсеррат, могло бы уменьшить риск миллионов людей, живущих рядом с вулканами по всему миру. Но существует еще одно событие, вызванное подземными силами, которое значительно труднее предсказать, и оно намного опаснее. Среди наиболее подверженных риску мест находится густонаселенная область Турции, где стык движущихся плит земной коры составляет 1600 километров. Его называют Северо-Анатолийским разломом, и он может вызвать неожиданную катастрофу, одной из самых смертельных стихийных бедствий — землетрясения. Если бы мы могли раздвинуть плиты и спуститься вниз, то на глубине 15-25 километров увидели бы, что они начинают невероятно нагреваться, становясь похожими на воск, скользя в противоположных направлениях по полурасплавленному ядру глубоко внизу. Где-то вдоль разлома плиты цепляются друг за друга, и за долгое время накапливается огромное давление. В конце концов, они освобождаются и резко продолжают движение, сопровождаемое сильным трением, высвобождая мощные волны энергии, которые проносятся по карьеру, сотрясая поверхность над ней. Практически на самом разломе располагается один из крупных городов мира — Стамбул, Турция, которые сотрясали землетрясения на протяжении всей истории. В самом сердце города одно выдающееся сооружение выстояло уже на протяжении 14 веков постоянных трясок. Собор Святой Софии — бессмертное творение искусства и зодчества. Но для одного человека это же мчужина геологической истории. Геофизик доктор Рос Стейн больше 10 лет изучал землетрясения в Турции, стараясь найти способ предсказывать, когда и где они произойдут. Здесь он обнаружил ключевую часть головоломки. Когда я впервые узнал, что служители Собора Святой Софии с древних времен хранят записи о ремонтах после землетрясений, то очень сильно разволновался. Потому что благодаря такой хронологии дат толчков и разрушений, объединенной с другими данными, мы можем выстроить картину, которая помогла бы нам предсказывать бедствие. Такое открытие — мечта любого ученого. И кое в чем она сбылась. Оказалось, что 11 основных землетрясений за последние 60 лет происходили в основном, смещаясь на запад. И я задался вопросом, почему. Мы отправились взглянуть на места землетрясений, и у нас начало формироваться представление о том, как накопившееся напряжение в том месте, где сцепились плиты, неожиданно смещается во время землетрясения. Мы создали по данным компьютерную модель напряжений, передаваемых землетрясением, отмечая красным — там, где напряжение возрастает вдоль разлома, а синим — там, где уменьшается. Неожиданно все кусочки мозаики встали на свои места. При каждом землетрясении напряжение не исчезает просто так, а движется вниз по разлому, где накапливается снова. И в большинстве случаев мощные землетрясения произошли в красной зоне, где возрастало напряжение. Наша модель предсказала, что следующее крупное землетрясение может произойти в Измите, городе с населением больше 200 тысяч человек. И 17 августа 1999 года оно произошло. Субтитры создавал DimaTorzok Землетрясение в Измите было силой 7,4 балла и длилось 45 секунд. Целая вечность для тех, кто оказался там. Местные новостные команды сняли последствия, как спасатели искали тысячи человек, оказавшихся под руинами. Разрушенными оказались 20 тысяч зданий. Полмиллиона человек осталось без крова. Некоторые полагают, что число погибших достигло 25 тысяч. Реальное число возможно не узнают никогда. В основном гибель людей была вызвана некачественным строительством. Во многих местах небрежно построенные современные здания лежали в руинах рядом с нетронутыми древними мечетями. Практически сразу же после землетрясения международное общество отправило еду, лекарства и палатки. Большинство жителей решило заново отстроиться в Измите. Но если преподанный здесь урок не будет усвоен, то вряд ли их ждет светлое будущее. Самое главное, что мы можем сделать, строить более безопасные здания. И мы знаем, как. Просто это должно стать нашей главной задачей. Я хочу усовершенствовать наше умение предсказывать, когда и где начнется землетрясение. Мы вычислили, что сейчас напряжение достигло разлома на дне мраморного моря. К сожалению, область, где наиболее вероятно следующее крупное землетрясение, расположено всего в 16 километрах южнее Истамбула, оживленного города с населением 10 миллионов человек. Чтобы предупредить миллионы людей непосредственно перед первым крупным толчком, сейсмометры были размещены рядом с областью разлома, которое, по нашему мнению, вероятнее всего, расколется. Стамбул получит предупреждение всего за 10-20 секунд до появления мощных толчков землетрясения. И надеюсь, что у людей будет немного времени, чтобы добраться до безопасного места вместе с семьей. Почти невозможно убедить людей в том, что у них серьезная проблема, которую надо решать, до того, как они получат серьезное предупреждение. И для Стамбула Измит и был таким предупреждением. Невероятные силы под нами редко мешают жизни. Но над нами постоянно происходит столкновение огромных сил, которые мы знаем как погоду. Изменчивые газы атмосферы могут высвобождать разрушительную мощь. Это область одних из сильнейших ураганов на Земле. Район Среднего Запада Соединенных Штатов, известный как Аллея Торнадо. Условия достаточно благоприятны для развития бурной грозы, что как раз и происходит прямо сейчас. Там намечается сильная гроза с крупным градом. Ветер продолжает усиливаться. Примите меры, чтобы обезопасить себя от торнадо. Немедленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выглянул на улицу, и я говорю, на всей улице не осталось домов. Видно было аж до четвертой улицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие выжившие были своевременно предупреждены, частично благодаря необычной группе ученых. Именно эти передвижные радары Доплера, опасно приближаясь к ураганам 1999 года, зарегистрировали самую высокую скорость ветра, которую когда-либо отмечали у поверхности, более 480 километров в час. Доктор Джошуа Вурман со своей командой проводил несколько месяцев каждый год в погоне за торнадо, в надежде получить на радаре вид бури изнутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгое время я мечтал разгадать величайшую тайну торнадо. Как они рождаются? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя цель — получить трехмерное изображение скорости и направления ветра внутри Смерча. Но сначала нам надо расположить два наших грузовика по разные стороны Смерча, под углом примерно 90 градусов, и оказаться в нужном месте, когда торнадо начнет зарождаться. Мы не знаем точно, как появляется Смерч, но мы знаем, что ему предшествует. Здесь теплый влажный воздух из Мексиканского залива устремляется вверх через более холодный, образуя бурю. Часть поднимающегося потока охлаждается и опускается, либо его прибивает вниз дождем и градом. Теплый воздух, несущийся у поверхности, может вытолкнуть более сильные потоки воздуха над ним, немного наклоняя их и образуя огромный вращающийся столб. Каким-то образом у Земли, между воздухом, стремящимся вверх, и воздухом, стремящимся вниз, вращение становится значительно сильнее. Но для меня поразительно то, что лишь немногие бури превращаются в торнадо. Если мы сможем понять, какие именно, то сможем предупреждать людей заранее. Вот почему каждой весной мы проезжаем около 16 тысяч километров. В большинстве случаев мы упускаем торнадо. Это невероятно трудно. Я годами не оставляю своих попыток. Синоптики говорят, что, похоже, этот ураган способен разродиться градом размером с мяч для софтбола, где-то 11 сантиметров. Не знаю, правда это или нет, но на всякий случай передам дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Пустые желудки Неминуемое несоварение И непредсказуемые задержки Этот день окажется еще более насыщен событиями, чем обычно Обочины оказались более сырыми, чем я предполагал Я попытался дать задний ход, потом передний А потом машина скатилась назад и застряла Ураган двигался прямо на них Им надо было только выбраться Завихрение почти точно к западу от нас Я бы сказал, где-то еще 5 километров Может, 4,5 Где завихрение относительно тебя? Оно движется прямо к нам Причин паниковать нет, верно? Нет, пока нет Выбрались? Да, 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 выбрались Окей, мы видим усиление вращения на более низких уровнях Вы подтверждаете наблюдение? Несколько лет упуская торнадо В этот раз команда Джоша Вурмана оказалась в идеальном месте И ураган помогал им Кертис? Готов? Кертис? Вижу его Один у нас есть Как раз получаем по нему данные Субтитры создавал DimaTorzok Впервые за все время Команде удалось записать с двух радаров Допплера Условия внутри урагана В момент образования торнадо На анализ данных уйдут годы Но это обещает помочь разобраться В секрете того, как зародился этот торнадо Это стало победой Для науки, для Джоша Вурмана и его команды И для тех, чья жизнь когда-нибудь станет безопаснее Благодаря их усилиям Как ученые, мы стремимся оказаться свидетелями неизвестного Увидеть то, чего никто раньше не видел Сотни лет назад Это были бы новые реки Или новые острова Для меня Неизведанное Внутри торнадо Работа над расшифровкой Таких значительных событий, как извержение вулкана На самом деле Это поиск череды событий Которые предупредят нас О том, что неминуемо случится нечто ужасное Чтобы можно было спасти каждую человеческую жизнь Которой что-то угрожает Здесь, на Монсеррате Погибло всего 19 человек Но даже это слишком много Несколько сотен миллионов людей Живут рядом с самыми сейсмоактивными областями планеты Поэтому очень важно Чтобы мы могли лучше предсказывать землетрясения Если эти и другие ученые могут добавить что-то к нашему пониманию То однажды мозаика будет собрана полностью И у нас есть сила Исследовать, учиться Находить способы выживания Неважно, насколько мощная стихия противостоит нам Перевод Александр Кривцов Редактор Елена Акулова Текст читал Владимир Курдов Текст читал Владимир Курдов Похоже, теперь идет на северо-восток Эй, дай мне широкоугольник 40 или типа того Он отклоняется все дальше на север И если останется на этой траектории То свернет прямо на нас 40 миллиметров? Да Открывай, открывай, давай Открой Разблокируй дверь Двери на блокировке? Да Текст читал Владимир Курдово